Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Приближается посевная 2022 года. Вот сегодня 12 января и за много лет огородничества я вывела для себя золотое правило готовиться к началу каждого нового огородного сезона заранее. Поэтому я начинаю свои приготовления сразу после нового года. Вот как праздники проходят и все. В январе советую начинающим огородникам обратить внимание на мою информацию и попробовать делать так же. Вот по принципу готовься они летом. Какие работы я провожу в январе? Сейчас очень быстро расскажу. Во-первых, инвентаризация семян, инвентаризация средств предпосевной обработки семян и грунта, проверка пересчет тары, грунт для выращивания рассада проверяю. Предварительно выбираю сорта для посева, определяю сразу количество, сколько мне семян нужно будет в теплицу, сколько на улицу, составляю планы посадки, проверяю наличие средств для борьбы с вредителями, муравьи, паутины, клещ, слизни, все сюда входит. Потом проверяю средства для борьбы с болезнями, такие как бордоская смесь, там ордан, хом, кто что применяет. Потом проверяю наличие препаратов, вот таких дополнительных, используемых для выращивания растений, витаминные коктейли, интарная кислота, борная кислота. Проверяю, нужны ли мне удобрения, такие как суперфосфат, барофоска, и чего не хватает, пишу список в магазин. Вот сейчас я очень подробно расскажу, как я провожу инвентаризацию семян, что такое инвентаризация семян, что входит, вот какие действия я провожу. Вот первое. Сначала я проверяю наличие всех семян. Проверяю, есть ли у меня огурцы, сейчас приближу, есть ли у меня огурцы, есть ли у меня арбузы, есть ли у меня... Проверяю все-все-все, начиная с самых ранних, салат, редис, и заканчивая арбузами, дынями, если я их высаживаю. Вот сейчас, проверяя наличие семян, я увидела, что у меня не хватает очень мало огурцов. Ну, не хватит мне на этот сезон. Сразу пишу список. Обдумываю, пересчитываю остатки прошлого года. Вот с прошлого года есть несколько пачек, но этого мало. Я знаю, что мне нужно высадить побольше. Все. Делать это нужно заранее. Почему? Потому что с этим списком мне нужно будет ехать еще в садовый магазин, искать нужные сорта, потому что вот в случае с огурцами, я какие-то определенные пишу. Так, например, вот я когда обнаружила, что нет огурцов, я вот начинаю список писать и пишу. Мне не хватает огурцов, тыквы и кабачков. Но я не просто пишу список, например, огурцы, кабачки и тыквы, а я написала, вот, например, про огурцы, конкретные названия сортов, которые я хочу купить, которые я хочу найти, чтобы потом в магазине не растеряться от обилия сортов и не набрать все подряд, что нужно и что не нужно. Название сортов выбираю на основании удачного опыта прошлых лет. Например, я много лет выращиваю огурец Зазуля, вот этот вот, для получения ранней продукции, потому что у него большие вот эти вот плоды длинные, он очень удобный, у него большой выход, он урожайный. Поэтому в этом году я тоже планирую его посадить. Посмотрела, пачка пустая, он скороспелый, для теплиц мне нужен. Значит, нужно его записать. Я его выращиваю много-много лет и покупаю его каждый год. А вот китайские сорта огурцов, которые я только-только начала в прошлом году осваивать, мне они очень понравились. И хочу повторить удачный опыт прошлого года. Написала, так, написала вот китайский змей, потом Нихао был у меня, тут же Зазуля, все конкретные сорта, которые я хочу. Также внесла туда, попали еще несколько сортов, изумрудный поток, изумрудные сережки, директор, кураж, которые, если, например, основных не будет, можно будет их купить. И мне останется только решить, сколько корней огурцов я посажу, именно длинноплодных, таких как китайские, а сколько такого корнишонного типа, все. И если с огурцами, я вот провожу анализ такой конкретный, мне вот, например, вот Настя, внучок, очень нравится. Вот она, Настя, еще есть одна пачка, храню ее. Если с огурцами я вот провожу анализ, повторяя опыт прошлых лет, то кабачки я просто написала белоплодные, белоплодные и золотинка. Это каждый, кому как ей нравится, тот, кто и покупает. А про тыкву я написала вообще просто любая простая десертная тыква. Так как у меня был участок маленький, я тыквы почти не выращивала. Я не знаю, какие сорта у меня нет опыта выращивания тыкв. Про тыкву я написала очень просто. Еще второе. Первое это я вот посчитала, написала, чего мне не хватает, все. Теперь второе. Из того, что есть, мы проверяем и избавляемся от семян просроченных. Я в этом году вообще решила чистку провести конкретную. И у меня, смотрите, у меня вот эти перцы, семена в огромных количествах. Вот острый чили, например. Ну я сама орлики на декоративной. Вот эти семена я решила нынче все выбросить. Вот красный конус. В таких количествах они мне уже не нужны. Килограммами прям. И сеять я их больше не буду. Нашла даже вот острый перец, который я отложила на семенах. Он мне очень нравился. Такой большой, крупный, но острый. Тоже придется выбросить, потому что лежат уже по сколько? По 5, по 6, по 7 лет. Смотрите, это я выброшу. Но если у вас есть семена томатов с просроченными датами реализации, вот, например, у меня, или свои старые, хранящиеся более 5 или 7 лет, тогда уже, вы, например, не хотите выбросить хороший сорт, тогда нужно обязательно проверить их на всхожесть. Сделать это тоже нужно задолго, заранее. Опять же, объясняю почему. Потому что если всхожесть будет плохая, низкая, то нужно вам иметь запас времени для покупки новых семян. Проверить схожесть в домашних условиях очень просто. Взять 2 ватных диска, вот, значит, любым вот таким вот стимулятором, например, ЭПИН, положить между двумя этими ватными дисками 10 семян, поставить в теплое место, следить, чтобы диски не пересыхали. Примерно через неделю семена проклюнутся. Если из 10 семян проклюнутся всего 5 штук, значит, ваши старые семена имеют схожесть 50%, и при посеве вы должны увеличить количество посевного материала в 2 раза, ведь вы заранее знаете, что половина ваших семян не взойдет. Вот и все. Первый этап подготовки семян к посевам, он очень прост. Посчитали, проверили дату, у старых семян проверили всхожесть, купили недостающие сорта и спокойно ждем даты посева. Я вот в этом году обнаружила, у меня тут залежи семян, вот базилик какой-то еще 5-6 лет назад куплен, шалфей, капуста декоративная, тимьян, все, что надо и не надо, вот эти остатки, я все хочу выбросить, но тут в основном капусты, очень много разных, разных при разных. Нашла томаты, пачка белая, покупала когда-то, которая кончилась срок реализации в 2015 году. Конечно, я ее выброшу, потому что у меня, я развела уже давно эти семена свои, а эти лежат, как покупала еще когда-то, давно-давно-давно. Все, понятно, инвентаризация, очень простой процесс, но очень нужный, посчитали все, записали, и вот с этим списком я сюда добавлю еще препараты для предпосевной обработки, какие грунты куплю, и поеду в магазин. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередной ролик с не менее важной темой о втором этапе предпосевной подготовки семян, о стимуляции и протравливании, и о том, какие средства для этого нужно применять. Особенно это важно огородникам, начинающим, потому что некоторые еще до сих пор не различают, они не понимают, что одни препараты у нас просто стимулируют и не предохраняют от заболеваний, а другие у нас и стимулируют, и обеззараживают, то есть протравливают. Это две совсем разных процедуры, две разных группы препаратов. Все, буду рассказывать, какие можно применять, какими сама пользуюсь. До свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Каждый год начинаю все с самого начала. Я не знаю, как кому, но мне всегда каждый год очень интересно, и я думаю, что наши новички, эта информация будет очень полезна. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова